Пасхальная воскресенье Пасхальная воскресенье Пасхальная воскресенье Пасхальная воскресенье Пасхальная воскресенье Через это проходит не только то поколение Те люди Жившие во времена Иисуса Христа Каждое поколение В том числе каждое поколение верующих Проходит вот этот Урок Вербного воскресенья И я хочу открыть вместе с вами Послание апостола Павла Кремлянам 12 главу Где во втором стихе апостол пишет Не сообразуйтесь с веком сим Но преобразуйтесь обновлением ума вашего Чтобы вам познавать Что есть воля Божия Благая, угодная и совершенная И вот видите апостол здесь говорит Если вы хотите знать волю Божию для вашей жизни Важнейшим условием является Не сообразовываться То есть не подстраиваться под мнение Своё мнение Не подстраивать под мнение окружающих Но преобразоваться В своё время Меня очень сильно удивило Когда я прочитал Об исследованиях Которые в своё время делал Это в 50-е годы 20-го века Делал учёный Соломон Эш Он проводил такие исследования Бралась группа людей Семь человек он брал И проверялось якобы их зрение То есть там были разные Разные изображены, разные линии Вот И нужно было определить Какая там линия длиннее Какая линия короче То есть казалось бы Такой тест не сложный Но в действительности Из семи человек Только один ничего не знал Потому что шесть были предупреждены И давать заведомо неправильный ответ То есть это был эксперимент Не на зрение И врач, который там находился Был не окулистом Это был тест на влияние Общественного мнения на человека И вот заходит Семь человек И учёный В белом халате Показывает один из стендов Где там, ну например Две линии Красная и синяя И красная явно Длиннее синий И вот Врач спрашивает Кто из вас считает Что эти две линии Одинаковые И шесть человек Поднимают руки Заведомо неправильно Седьмой Смотрит На то, что Одна линия явно длиннее Чем другая И смотрит на то, что Все в его группе Считают, что линии Одинаковые И тоже, как правило Поднимал руку Экспериментатор Дальше там брал другой Слайд И там были уже Линии одинаковые И он говорил Кто из вас считает Что красная линия Длиннее Хотя они были одинаковые И опять Шесть человек Поднимают руку Седьмой Недоумевая Видел, что конкретно Там одна линия Длиннее Но в то же самое время Почти что вся его группа Считает, что линии Одинаковые Поднимал руку Вместе со всеми И когда проводился Этот эксперимент То 75% Вот этих Седьмых 75% Хоть раз Но давали Заведомо Неправильный Ответ Нет А треть Испытуемых Давали Неправильный Ответ Всегда И Соломон Эш Пришел К неутешительному Выводу Что Чуть ли не Большая часть Людей Готовы Пренебречь Тем Что видят Ради Мнение Большинства То есть Боязнь Отличаться От большинства Для них Оказалось Сильнее Чем то Что они Видели Своими Собственными Глазами После этого Подобные Опыты Стали происходить В других Странах В том числе В нашей Стране И Вышел Очень В свое время Известный фильм В 1971 Году Вышел Фильм Который Документальный Фильм Который В нашей Стране Который Назывался Я и другие Я вот хочу Один отрывочек Можно первый отрывок Из этого Он идет Пару минут Вот кусочек Из этого фильма Где показывается Эксперимент Документальный Кинематограф 60-х годов Прошлого века Назвали Золотым веком Научно-популярного Кино Мы хотим Вспомнить Некоторые Его страницы Ставшие Бессмертной Классикой Нам нужно Человек 20 Для первого Эксперимента Вас проведут В помещение Для испытуемых Тут дверь Пожалуйста Начинаем Эксперимент Пригласите Пожалуйста Первого Испытуемого Посмотрите Пожалуйста На эту Фотографию Перед вами Портрет Очень опасного Преступника Ваша задача Заключается В том Чтобы вы Глядя на эту Фотографию Дали Психологическую Характеристику Этому человеку Мне кажется Что этот Человек Хитрый Так Замкнутый Скрытый Так А в чем Проявляется Хитрость Лукавство Черты лица Ке-нибудь Обнаруживают Эту особенность Глаза Особенно Глаза Говорят о нем Потому что Он такой Подлый Да Холодное лицо У него Да Неприятное А Вот преступное Начало Что в нем Выдает В его лице Глаза Глаза Да А что в них В этих глазах Холод Холод Ну я бы сказала Так Что этот человек Очень Злой Человек На которого Трудно положиться Потом видно Что он Очень бывалый Это Я бы сказала Ну Помимо того Что у него На лице Шрамы Нос разбит Ну и само Вот Лицо Уже Как бы Вылеплено С годами Уже В лице Вырисовались Какие-то Определенные Черты Изобличающие Жестокость И непреклонность Этого человека У него Подбородок Очень такой Выдающийся Как обычно Бывает У волевых Людей Потом Нос Какой-то Очень Топорный Очень грубый Который Не бывает Обычно На лицах Интеллектуальных А свидетельствует Скорее О какой-то Узости И ограниченности Взгляда У этого человека У него Очень жестокие Глаза Очень какие-то Неприятные Холодные Глаза И вообще Выражение лица Какое-то Очень суровое И какое-то И жестокое В общем Конечно Об этом человеке Трудно сказать Что-либо Хорошее Спасибо Большое Сядьте Пожалуйста В первый ряд Вон К той девушке Взгляните Пожалуйста На эту фотографию Перед вами Портрет Очень большого Ученого Ваша задача Заключается В том Чтобы Глядя На эту фотографию Вы дали Психологический Портрет Этого человека Конечно Мое мнение Чисто субъективное И в принципе По фотографии Довольно Трудно Сказать Что-либо Но в данном случае Можно сказать Что это человек Довольно умный У него пристальный взгляд Взгляд Пронизывающий Буквально Прямо Как рентгеновские лучи Человек Очевидно Все-таки Очень деятельный И в то же время Мягкий Добродушный В общем-то На него Можно положиться Ну и Вообще Очевидно Это все-таки Хороший человек Спасибо большое Садитесь В первый ряд Ну как Поглощен работа Я бы сказала Так Увлеченный Вообще Наверное Вообще Серьезный Наверное Немножко с юмором Серьезный Серьезный Да Хорошее у него лицо Лицо Ну приятное Приятное лицо Да Добрый он человек Да Наверное добрый Детей должен быть Детей должен быть Очень хорошо Это вор Лицидист Взгляд Ну как бы Нечеловеческий Негуманный взгляд Похоже вообще Что садист даже Он наверное Много пьет Отсюда Отсюда все 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 следует Известный ученый Глаза у него Сощурены По-доброму Добрый прищур Да Да Мы видим то Что хотим увидеть Психологическая установка Это неосознанная настроенность Готовность Что-то воспринять Определенным образом А мы считаем Это мое мнение Вот видите Один из отрывков фильмов Я и другие Где показано Насколько опасен Конформизм То есть Конформизм Это боязнь Отличаться от большинства То есть Если все считают Что линия одинаковая То я не верю своим глазам Тоже считаю Что линия одинаковая То есть Для меня Мнение толпы Мнение окружающих Такое Так называемое Общественное мнение Является главным А не то Что я вижу А не то Что я слышу И именно Вот это используют Для того Чтобы нами Манипулировать Когда происходит Как бы Настройка То есть Тебя Подводят К какому-то Определенному Взгляду Настраивают тебя На определенный взгляд И тебе уже Даже прям Самому Кажется Что да Вот эти две Две линии Одинаковые Или там Например Одна длиннее Другая Короче линии То есть Тебя Настраивают Определенным Определенным Образом Как вот Видели в этом Эксперименте Когда Женщина Говорила Вот перед вами Фотография Великого Ученого Там Исследователя Он улыбается И для тебя уже Все Великий Ученый И ты думаешь Да Какая Прищуринка В глазах Какой добрый Взгляд Как мило Улыбается Видно Что гениальные Идеи Рождаются В этой голове Да И когда Говорят А это Фотография Известного Рецидивиста Преступника То для тебя Это уже Не добрые глаза А хитрые Лукавая Насмешечка Такая Думаешь Какой хитрый Вгляд Как и Раньше Казался Волевой лоб А тут Прямо Упертый Какой-то Там Видно Что Злой Человек То есть Видите Люди Искренне Вот Попадают Под Под эту Манипуляцию Поэтому Священное Писание И говорит Все Испытывайте Хорошего Держитесь В этом Мире Полно Лжи Дьявол Лжец И отец И отец Лжи Конечно же Драгоценные Глупо Наоборот Как бы Противопоставлять Себя Всем окружающим А говорить А я вот Назло Против всех Буду Это неразумно Потому что Правильно Прислушиваться К мнению Окружающих Когда ты Принимаешь Какие-то Важные Решения Важно Узнать Разные Мнения И Иногда Даже Приходится Жертвовать Чем-то Второстепенным Ради Единства Помните Апостол Павел Говорит Что Пища Нас к Богу Не приближает Не удаляет Нас от Бога Но Чтобы не Соблазнить Брата моего Не буду Есть мясо Вовек Помните Да То есть Мы можем Как-то Ну Как бы Идти на Компромисы Во второстепенных Вещах Только для того Чтобы сохранить Единство Тут же Идет речь Не о второстепенных Вещах А о том Что ты Видишь И о том Что ты О том Что ты Слышишь И нам Порой Кажется Что Если так Считает Большинство Ну Большинство Не может Ошибаться Ну Народ Не может Ошибаться Священное Писание Говорит Может И вот Посмотрите В книге Исход Давайте Откроем Книгу Исход 23 главу Слово Которое Господь Говорит Своему Народу Посмотрите Второй Стих 23 глава Книга Исход Не следуй За большинством На зло И не Решай Тяжбы Отступая По большинству От правды То есть Бог Каждому Из нас Дал Голову Дал Мозги Для того Чтобы мы Анализировали То что происходит Перед нами Чтобы мы могли Сами думать И не поддаваться Мнению Большинства Потому что Бог говорит Большинство Может Совершать Зло Большинство Может Идти на зло И вести Тебя на зло Большинство Может Отступать От правды Поэтому Бог И дал Каждому Голову Чтобы мы Все Все Испытывали Все Проверяли И Хорошего Держались Это важно Во все Времена Важно Происходит Всегда Потому что Конформизм Одно из Наверное Опаснейших Оружий Дьявола Чтобы мы Не Исполнили Волю Божью Для того Чтобы Там нас Привить Какое-то Массовое Мышление Чтобы ты Лично Сам не думал Сам Никуда Никуда Не размышлял И это Давление Происходит С самого Детства Потому что Дети Очень Зависимы Страшно Отличаться От большинства Страшно Страшно Быть Белой Вороной Поэтому Всегда Когда Новый Ребенок Попадает В коллектив Он Очень Осторожен Как Здесь Принято Чтобы Не Отличаться Как Нужно Себя Вести Правильно Чтобы Быть Как Все Чтобы Тебя Не Сделали Изгоем Поэтому Я помню В школе Когда Мы Учились У нас Все время Были Какие-то Модные Игры И эти Модные Игры У нас Захватывали Всю Школу Например Какое-то Время У нас В школе Была Мода Ну Это Понятно Восьмидесятые Годы Там Какие-то Игры У нас Были Простые Играли Например В пробки Собирали Пробки От разных Одеколонов Всяких Парфюмов И играли В пробки Помните Была Такая Игра В школе Играли Мы В эти Пробки И это Не то Что Там Играли Массово Играли В пробки Когда Я шел В школу У меня Было В одной Руки Ранец А в другой Мешок С пробками Чтобы играть Ты скажешь Виктор Что тебе Эта игра Сильно Нравилась Да Нет Она Мне Не Нравилась Но У нас Все Играли Все Играли И я Поэтому Тоже Играл В эти Пробки Хочешь Не Хочешь Надо Было Играть Потому Что У нас Все Играли А потом Как-то Эта Мода Прошла Там Что-то Фантики Были Или еще Что-то Такое И все Уже Если ты Шел С пробками На тебя Смотри Как Ни Нормального Потому Что Время Игры В пробки Прошло Все Играли В другие Игры И вот Это Дети Очень Боятся Отличаться Мы Боимся Как Так Надо Быть Как Все Это Самое Безопасное Быть Как Хамелеон Вот Примять Мимикрировать Под окружающих Или Как Флюгер Туда Ветер Ну Туда Значит Я Обращен Направлен И Поэтому Помню У нас В школе Тоже Было Когда Мы Покупали Школьную Форму Ты Покупаешь Школьную Форму В мое Время У нас Все Ходили В Одинаковых Школьных Формах У всех Мальчиков Были Такие Костюмчики Синенькие И Здесь Была Эмблема На Оранжевом Фоне Раскрытая Книга Такая Была Школьная Форма И У нас Как То В школе Было Негласное Правило Что Ни Один Уважающий Себя Парень Не Может Прийти В школу В костюмчике Вот С этой Эмблемой То Когда Где-то В конце Августа Мне Родители Покупали Очередную Школьную Форму Потому Что Из Предыдущей Я Вырос Прежде Чем Пойти В школу Я Брал Аккуратненько Бритвы И Отрезал Вот Эту Эмблему И Выкидывал Ведро Потому Что В нашей Школе Если Ты Нормальный Пацан Ты Не Можешь Ходить С этой Эмблемой Скажешь Виктор Почему Ну Не знаю Так Все Делали Я Так Тоже Лагерях Вот И Во время Одного Пребывания В Пиренском Лагере Помню Был Маленьким Вот И На всю жизнь Запомнил Вечер Когда Там Все Уже Готовились Ко сну Там Как Большая Палата Где Мы Все Спали Там Кровати 20 Стояло Да И Вдруг Мой Сосед Уже Вечером Говорит Говорит Витек А ты Че В майке Я Говорю В смысле Ну Мама Там Положила Я Говорю А че Так Ты Че В майках Только Маменькины Сыночки Спят Я Глядел Палату И Кроме Меня Никого Не Было В майке Я Тут же Майку Снял Вот Мне Уже 45 лет Я С того Времени Ни разу Майку Не надевал Понимаете Засело В моем Детском Моздушку В майках Спят Маменькины Сыночки Только Снял Скаж Почему Ты в майке Не спишь Ну вот так Вот Научили Меня Так Понимаете Скажешь Может там Удобно Или еще Кто-то Там Кто-то В пижамах В колпачках Спят Я считаю Нет Даже в майке Нельзя Это нормальный Пацан Почему В танецком Лагере Мне объяснили В детстве Понимаете Нельзя Вот Но это Конечно Смешно Это Конечно Забавно Когда На самом деле Это не так Смешно Потому что Мы Вырастаем И наш Конформизм Боязнь Отличаться От большинства Бояться Думать Самому И вообще Всегда Удобней И легче Чтобы за тебя Думал кто-то Другой Вот есть Мы избрали Президенту Ну он Пускай Он думает Или на заводе Директор Вот Пускай Он думает Или там Кто-то В церкви Ну пастор Пускай Думает Что-то Как бы Волю Божью Нам тут Исполнять Все время Кто-то За тебя Думает А тебе Так просто А тебе Так хорошо Но в конце Концов Появляются Страшные вещи И весь 20-й век Нам показал Насколько Опасен Конформизм Мы как-то С молодежью Собирались И смотрели Фильм Один из Я считаю Ну Значимых Фильмов Который Называется Повелитель мух Он снятый По роману Уильяма Голдинга А Уильям Голдинг Это был Писатель Который Написал Этот роман Через 10 лет После окончания Второй Мировой Войны И сюжет Когда Самолет В котором летят На отдых Группа Таких Английских Школьников Из привилегированной Школы Все такие Костюмчики Специальные Гербы Этой школы Видно Что все Из высшего Общества Эти ребята С такими Маньерами Джентльменами Друг друга Называют Вот самолет Терпит Катастрофу Все погибают Взрослые Только остаются Эти дети На необитаемом Острове И этот роман И фильм Снятый По Этому роману В 1963 В 1963 Он показывает Как постепенно Вот эти Дети Из светского Общества Превращаются В дикарей Которые Буквально Насмерть Давят Друг друга За выживание Как В них Просыпается Что-то Страшное И Библия Говорит Что в нашей Плоте И живет Это страшное Мы часто Ищем Дьявола А вот там Где-то Где-то Вот он Там Где-то На Тибете Он может быть Медитирует Сидит Дьявол Еще в каких-то Там Страшных Бесерских Там Церковь Сатаны В Калифорнии Может Там он Засел Милые мои Дьявол Засел Самое страшное Очень близко Он прямо В нас Засел Сидит И бывает Когда ты видишь В себе Какие-то мысли Приходят Какие-то Желания Бывает Сам Ужасаешься И вроде бы Когда Знаешь Так Все Цивильно Все Как-то Хорошо Это В тебе Спит Но Возникают Некие Ситуации Как будто Изнутри Что-то Бывает Поднимается Что-то Звериное Что-то Агрессивное Переживали Когда-нибудь Такое Переживали И Я тебе Не случайно Я говорил Что этот Фильм Был Снял Через Десять Лет После Окончания Второй Мировой Войны Потому Что В действительности Для Европы Было Шок Что Произошло В свое Время В Германии Германия Которая Действительно Является Передовой Страной Из Европы Мы Смотрим Величайшие Композиторы Через Одного Наверное Если Не больше Все Немцы Бах Штраус Шуберт Можно Австрияков Моцарт И прочее Гендель Немцы Немцы Философы Канн Гегель Шиллер Все Шопенгауэр Немцы Мы смотрим Сколько Великих Философов Сколько Великих Композиторов Сколько Там Ученых Немцы И Эта Нация Технологии Прочее Прочее Словно Сошла Сошла С ума И превратилась В огромную В огромную Толпу Где Фюрер Кричал Безумные Вещи И народ Этот В безумии Отвечал Зикхайль Зикхайль Одобряя его Люди Словно Сошли С ума После Второй Мировой Войны Когда Там Брали Интервью У немцев Переживших Они говорят Что-то Произошло Невообразимое Словно Мы все Потеряли Какой-то Разум И были Посвящены Безумным Идеям Что мы Лучше всех Что мы Имеем Право Определять Кому Жить Кому Не Жить Каким Народом На какой Там Ступеньке В какой-то Нам Придуманной Иерархии Находиться То есть Безумные Вещи Безумные Вещи Для меня В свое Время Было Большим Потрясением Когда Мой Папа Повел Меня На фильм Обыкновенный Фашизм Может быть Помните Михаила Рома Обыкновенный Фашизм Который Я считаю Может быть Лучше Всех Других Фильмов Которые Были Сняты В нашей Стране Раскрывают Вот эту Проблему Проблему Второй Мировой Войны Как же Это Не где-то У дикарей В отсталом Племени А в передовой Просвещенной Стране Европы Возникло Вот это Безумие Когда Толпа Шла И давила И вот эти Лозунги О которых Михаил Ром рассказывает В своем Фильме Ты Ничто Твой Народ Все Возникает Вопрос Да как же Так Как Все Можешь Состоять Из Ничего Как Великие Там Какие-то Значения Могут Быть Из Нулей Когда На самом деле То что ты думаешь То что ты чувствуешь Это подавляется Когда тебе Навязывается Что тебе думать Что тебе чувствовать Как тебе Как тебе поступать Ужасно В этом фильме Приводились слова Адольфа Гитлера Который Любил Называть людей Массой И он говорит Масса Как женщина Женщина Отходно Подчиняется Силе И нечего Рассчитывать На разум Массы И он так И действовал Это насильная Пропаганда Которая промывала Мозги Постоянно Постоянно Промывала мозги Целому народу Там никто На разум На свое мнение Не рассчитывал Там просто Это подавлялось Я помню Как в этом же фильме Были кадры Немцев Которые Не были согласны Их не было много Но были такие Которые выступали Против Политики Адольфа Гитлера И их вешали И там У них были Эти таблички Где была их вина И там было написано Я говорил Нет Когда все говорили Да То есть за то Что ты отличаешься Просто ты думаешь Иначе Уже в этом ты виновен И не просто виновен А должен быть Подвергнуть Уничтожению И смерти Потому что все Должны быть Как один Все должны Идти вместе Какими рядами И казалось бы Знаете Вот это само Единство Оно Оно может Очень сильно Вдохновлять Люди Оказываясь В столпе Где одни лозунги Вы знаете Что-то такое Изнутри Поднимается Я помню Когда Мы шли На демонстрации Первого мая Когда помню Школьникам Ходили Вот И это уже были Восьмидесятые годы Уже там перестройка Началась И никто Как бы Уже особо Вот эти идеалы Коммунистические В то время В здравом уве Уже в это мало Кто верил Но все равно Я помню Когда мы проходили По улице Ленина И приближались К площади Пятого года И там вот этот диктор Поставленным голосом Объявлял Все проходившие Предприятия Учебные заведения И говорил Вот по-моему Проходят ученики Пятой школы И знаешь И какой восторг Когда мы все Что ты орал Что так любил учиться Да вообще не любил Ты что Обожал свою пятую школу Мягко говоря Вообще не обожал А что орал Не знаю Вот этот восторг Когда мы все Знаешь Ждем Когда нас объявят И знаешь Вот этот вот кайф От единения Все орем Что орем Это уже не имеет значения Переживали подобные вещи Вот это ощущение Я помню точно так же Подобное пережил Когда Мой школьный друг Повел меня Один раз У меня был такой грех В моей жизни Должен признаться Мой школьный друг Как там Уже в старших классах Повел Меня На Хоккейный матч У нас здесь Во дворец спорта Автомобилист наш С кем-то играл Вот Ну тогда он назывался Автомобилист Потом у него название Все время менялось Как он сейчас называется Я даже не знаю Это Легендарная Безнадежная команда Вот Вот И помню Играли Я вообще Вам честно скажу Не увлекался Ни автомобилистом Не увлекался Ни вот этим хоккеем Не увлекался Он говорит Пойдем И вот мы там Сидим на трибунах И Я помню В 80-е годы Мы сидим И тут все вскакивают И орут Автомобили Автомобили Буквально всех Там что-то Вот Я вскакиваю Ору тоже со всеми И вы знаете Вот это такое единение Когда Вот мы все стоим Вот Вот скажешь Виктор Тебе имело значение Проиграет автомобилист Выиграет Мне вообще было без разницы Вот этот энтузиазм Фанатов Болельщиков Когда ты оказываешься Среди них Он словно пропитывает тебя У тебя Вылазят глаза Ты вскакиваешь Начинаешь что-то орать Невообразимое О чем ты не думаешь Не переживаешь И вообще не болеешь А зачем орешь Все орут Все орут И ты орешь Потом Мы шли с этого матча Знаете Я себя ощущал Совершенно глупо Я только что-то там Орал Прыгал А скажешь Ты что орал Что прыгал Понятия не имею И мне друг Друг говорит Ну что понравилось Я говорю Не знаю Он говорит Пойдешь еще Я говорю Больше не пойду Не ходил никогда С того времени На эти матчи Потому что знаете Вот это единение Как бы толпы Не важно Что толпа кричит Главное Все кричим Не важно Там какие лозунги Звучат Главное Мы тут все Собрались И в этом есть Огромная Огромная Опасность Когда тебя А ведь Бог Создал личности Личности Со свободной волей И Токталитарным людям Часто непонятно Как это Господь Посадил в Эдемском саду Дерево Познания Добра и зла Скушав влады Которого Можно было Бога Ослушаться Что за Бог такой Которого можно Ослушаться Настоящий Бог Должен так все сделать Что не ослушаешься Что прямо там Должна Гвардия ангелов Окрг дерева стоять И каждого Кто приближается Просто не знаю Прогонять Своими мечами Он же должен был Это дерево Ну если уж Никак без него Не обойтись Должен был окружить Колючей проволокой Под напряжением Как этот Господь Позволил Видите Он настолько Нас уважает Что он дал нам Возможность В том числе Поступить неправильно В том числе Поступить Как мы считаем Это непонятно Кок-ток А вот так Потому что Бог Несмотря на свое Могущество Он уважает Каждого из нас И уважает В том числе Нашу свободную Волю Понимаете Уважает Мне очень Мне очень нравится Как Один из уважаемых Мною Православных Священников Александр Мень Как-то такую вещь Написал Послушайте Вот уже Где гаснет Человеческая Духовность В массе Когда человек Превращается В массу Тогда его Особенность Теряется Он теряет Способность К объективной Оценке Ситуации К массу Легко Натравить Сначала На одно Потом На совершенно Противоположное Массой Ничего Не стоит Манипулировать Подлинному Человеку Свойственна Проблема Выбора Личного Решения В этом Его величие Масса Несется В одну Сторону Как антилопы Гнув Спугнутые Львом Не разбирая Дороги О Как легко Такие Массы Загнать Куда Угодно Вот картина Массы Когда Все Бежим Куда Неважно Несемся Все Несемся И кажется Что в этой массе Ты уже потонул И ты уже ни за что Не отвечаешь Вот Как Помните В фильме Джентльменная удача Когда вместо троих Сбежало четверо И вот Прости Там четвертого Спросили Который там случайно Ты как в бочке оказался Все побежали Я побежал И вот такие А почему ты это делаешь Все делали Я делал И кажется Что вроде бы Ты и не отвечаешь Ну все же делали Ты то что Все же кричали А ты то что А в действительности Драгоценные Бог каждому Из нас дает Как власть Делать выборы В своей жизни Так и ответственность За Наши выборы За наши решения Мы Несем Ответственность Я помню В этом же фильме Обыкновенный Фашизм Михаила Рома Вот эти кадры Где приводится письмо Одного из Немецких солдат Который попал В Сталинградский Котел И там он словно Прозрел У него словно Открылись глаза И он увидел Что происходит И вот он пишет Письмо Там В окопах Под Сталинградом Пишет письмо К своей Жене И он пишет Он говорит Конечно же Моя вина Невелика Пишет он жене Это всего лишь Одна Семидесятимиллионная Вины Всего немецкого народа И дальше он добавляет Но я жизнью Отвечаю За эту Одну Семидесятимиллионную Поймите Да Когда ты в толпе Может быть твоя вина Невелика Но ты отвечаешь За нее своей жизнью Которую Господь тебе дал Ты отвечаешь За свои выборы Ты отвечаешь За свои решения И страшно Когда поднимаются Какие-то люди Которые пытаются Манипулировать Или в политических Каких-то интересах Или в религиозных Интересах Прививая мнение Какое-то Чтобы ты не думал Кто ты такой Чтобы думать Знаешь Сверчок свой Шесток Ты никто Давай подчиняйся Общей массе Подчиняйся Общей Общей толпе И люди Тонут в этой толпе И люди Тонут в этой массе Белое называют Черным Черное называют Белым И в ветхом Завете написано Прохляд Кто добро Называет злом А зло Называет Называет Добром И когда мы Читаем с вами Слово Божье Мы видим Что Бог Несмотря на свое Могущество Несмотря на свою Силу Несмотря на свою Вездесущность Насколько он С уважением Относится к личности Каждого человека Насколько с уважением Относится к нашему Выбору К нашему К нашему Мнению Насколько он Любит нас Дорожит нами И ценит нами И хотя Я очень хочу Чтобы церковь Росла Я очень хочу Чтобы как можно Больше людей Открывали Свои сердца Для Господа Но очень важно Чтобы никогда Церковь Какой бы большой Она не была Не превратилась В толпу Не превратилась В какую-то Огромную массу Так важно Чтобы это было Собрание людей Где каждый Строит личные отношения С Иисусом Переживает Единение с ним Познает его Да мы все на разных В разных возрастах Духовных Но каждый из нас Должен расти Правильно же Каждый из нас Должен расти Вот почему В последнее время Я так много Делаю акцентов Упора Что стремитесь Лично познавать его Иначе К сожалению В религиозной среде В христианской среде Немало тех Кто пытается Манипулировать Мнением других Там Прививать что-то Ставить себя Посредником Между Богом И человеком Пытаясь Людей манипулировать Заставляя их делать Что ему кажется Правильным Но я вижу В Евангелии Другой принцип Каждый из нас Должен переживать Бога Каждый из нас Должен познавать Господа Ведь Когда мы здесь Собираемся всем И мы поклоняемся Господу Поймите Не нужно обольщаться Вот столько людей Поют Две тысячи лет назад Верное воскресенье Тоже толпу людей Кричали Асанна Благословен Грядущий Во имя Господне Поймите Когда человек Конформист Он делает Как Делает Толпа Если Рушат церкви Он со всеми Рушат церкви Если там Восстанавливают Он со всеми Восстанавливают У него словно Нет своего мнения Нет своей позиции А что я Я человек Маленький Как писал Наш поэт Единица Кому она нужна Голос единицы Тоньше писка Кто его Услышит Разве жена И то если Не на базаре А близко А если В партию Сгрудились Малые Сдайся враг Замри Иляк И вот это Прославление Знаешь Единица Ноль Единица Вздор Что ты Ноль Ты Вздор Это постоянное Унижение Ты никакой Ценности Не несешь А если В партию Сгрудились Малые Вот только Тогда То есть Как будто Ты Часть Толпы Часть Какой-то Массы Унижение Тебя Пренебрежение Твоим Мнением Твоими Взглядами Вот Эта Позиция Дьявола У Бога Совсем Другой Отношения Я очень бы хотел Чтобы в действительности Церковь была Большой Но Чтобы мы Не толпой Прославляли Господа И поклонялись Ему Чтобы было Множество людей Но в этом Множестве Было Собрание Отдельных Личностей Где каждый Лично Познает Господа Переживает Господа Прославляет Господа Склоняется Пред Господом Не просто С толпой Орет Асанна Асанна Потому что Если ты кричишь С толпой То ты Вскоре можешь Кричать И распни О таких людях Господь и говорил Они устами Ко мне Приближаются Сердце Их далеко Легко сделать Веру Частью Обряда Мы устами Приближаемся Поем ему Красивые Красивые Песни Но в этом Лично нас Нету Мы просто Совершаем Такой Совместный Религиозный Ритуал И когда Мы Находимся Буквально За неделю До Великого Праздника Пасхи Когда мы Будем Говорить Христос Воскрес Так важно Чтобы и это Тоже не так же Не стало для нас Каким-то Религиозным Обрядом Или ритуалом Но ощущаешь ли ты Вот Не твой пастор Не твой лидер Не твой ближний Не твой друг С домашней группы Ты лично Ощущаешь ли ты Вот эту силу Воскресения Которая наполняет тебя Ощущаешь ли ты Вот это присутствие Всемогущего Господа Который жив И который сказал Верующий в меня Если умрет А живет Ощущаешь ли ты Вот это познание Его славы Что твой Господь Сказавший Что Царство Божие Внутри вас есть Ты ощущаешь Это Царство Божье Внутри себя Ты чувствуешь Что Христос В нас Как говорил Апостол Павел Упование Славы И это не просто Там какие-то Красивые стихи Из Нового Завета Ты Читая это Переживаешь Все это В твоем сердце В твоем духе Потому что Современная жизнь Она постоянно Ставит Перед нами Разные выборы Мы можем От них прятаться Мы можем Уходить Но есть выборы Когда ты решаешь Назовешь Что ты черная Черным А белая Белым Или тебе проще Бывает отступать От правды С большинством Или кричать Так вот Богу Не нужны Ни прославления Такие Ни осаны Такие Богу Нужна вот эта Песнь Из твоего сердца О чем Твое сердце Поет О чем Твое сердце Думает Перед чем Перед чем Или перед кем Твое сердце Открыто Живет ли там Господь Наполняет ли Его Дух Святой Если это есть Тогда Бог Дает тебе Мудрость Бог дает тебе Действительности Разумения И ты не кричишь Столбой Там Да Или нет Осана Или распни Ты смотришь Внутрь себя И то что ты делаешь Ты делаешь Осознанно Потому что Таким тебя Господь сотворил Слава Господу Бог тебя Таким создал И когда мы Смотрим на историю Церкви Мы видим А сколько позорных Страниц было В том числе В истории Церкви Сколько было Позорных Страниц Когда церковь Большинство Отступало От правды И мы видим Эту целую эпоху Крестовых Походов Мы видим Инквизицию Мы видим Травлю Мы видим Религиозные Войны Которые были Начаты Некоторыми Особо ревностными Так называемыми Христианами Сколько Такого Позорного Было Под именем Иисуса Христа Совершено И когда смотришь На все это Думаешь Ребят Вы что Евангелие не читаете Библию не читаете Ну как же там написано А люди словно Не думают Они словно Не понимают Им проще Идти с толпой Но они жизнью Отвечают За свое Участие В этой толпе В деяниях Апостолов Есть Рассказ о том Давайте откроем Книгу Деяния апостолов Есть рассказ о том Как апостол Павел Пришел В Фессалонике И вот смотрите Деяние 17 Глава 5 стих Пришел В Фессалонике В местной синагоге Стал проповедовать О Христе Некоторые Слушавших Уверовали И вот смотрите 17 глава 5 стих Но Неуверовавшие Иудеи Возревновав И взяв С площади Некоторых Негодных Людей Собрались С толпой И Возмущали Город Толпа Это всегда Стратегия Дьявола Собраться И возмущаться И кричать О чем там Возмущаться Что к чему Да не имеет значения Лишь бы быть Недовольными Крича Что 6 стих Что эти Всесветные Возмутители Пришли И сюда Видите Дьявол часто Собирают толпы Против Служителей Божьих Чтобы помешать Проповеди Евангелия Чтобы помешать Распространению Божьего Царства И вот такая Толпа Которую Знаешь Манипулируемая Там Разная Превращается В торнадо Которая Как разбушевавшаяся Стихия Бесами Направляемая Несет Разрушение Да И это проще Как я сказал Слиться с толпой А что я как все А что ну Я не виноват Все побежали Я побежал Все закричали Я закричал Проще Чем самому Подумать Чем самому Разобраться Но Наша плоть Не хочет Ни во что Вникать А народ Брехать не будет Все кричат Значит есть о чем Дыма без огня Не бывает И случайно Помните Соломон в притчах Написал Что глупый Верит Всякому Слову Благоразумный Верит Всякому Слову А глупый Верит Всякому Слову Не разбираясь Всему Поэтому среди глупых Всегда легко Сплетни Всякие Распространять Слухи И все И тебе на самом деле Кажут На самом деле Так вот Скажут Вот Этот человек Детей ест И ты смотришь А Он как-то и улыбается Точно Странная улыбочка Людоедская улыбочка А скажешь Этот человек Он там Наоборот Детским домам Помогает Многим Детям помогает Ты смотришь Какая добрая улыбка Какой Ласковый Прищур глаз Да И ты уже все И тебе на самом деле Кажется Что ты разглядел Доброе сердце За этой улыбкой То есть Понимите Как важно Не судить Поверхностно Поэтому У нас Писание Это да Вот Евангелие Оно нас учит Не судите Прежде времени Не торопись С выводами Потому что Дьявол Лжется Отец Лжи Весь его бизнес Сделать Ложь Аппетитной Чтобы тебе было приятно Чтобы тебе Хотелось Кушать Именно Ложь Хотелось Съесть Ложь Дьявол Все Для Для этого Делает Но когда ты говоришь Подождите Подождите Я должен Побыть В тайной комнате Вот тайная комната Место уединения Место общения С Господом Когда ты говоришь Нет Я должен Услышать В своем сердце Я рад Что большинство Так думает Но я хочу Лично в этом Убедиться Я хочу Лично Узнать Лично Об этом Помолиться Лично Принять Решение Когда ты понимаешь Да Это твоя жизнь Бог дал тебе Твою жизнь Но ты несешь Ответственность За твою жизнь Совсем другое Отношение И поэтому Мы видим Что Вот В Фессалониках Люди собрались С толпой И большинство Не уверовало Да И вот Дальше же Мы читаем Да В 17 главе Деяния 11 стих Когда Из Фессалоник Павел пошел В Верию И вот 17 глава 11 стих В Верии Да Здешние были Благомысленнее Они не были Может быть Умнее Они были Благомысленнее Фессалоникских Они приняли Слово Со всем Усердием Ежедневно Разбирая Писание Точно ли Это так И многие Из них Уверовали Многие Из них Уверовали Павел Не требовал Чтобы ему Верили на слово Он говорил Вот Есть Писание Есть Святой Завет Сравните Вот то Что я вам Проповедую Христе С пророчеством Ветхого Завета Сравните Убедитесь Не является ли Иисус Из Галилеи Мессией О Котором Говорили Пророки И в Фессалониках Никто не стал Ни в чем Разбираться Что он говорит Да как такое Можно слушать Да что Что творится Такое Эти всесветные Возмутители Сюда Добрались А то Их ребята Собралась Такая толпа Что там Кто Разбираться Никто Ни в чем Не разбирается Все кричат Все шумят И как это Отличалось От веры Где да Павла Не приняли На слова Они Слушали его Сравнивали С Писанием Сравнивали С Ветхим Заветом И многие Уверовали Убедившись Что то О чем Проповедует Павел Иисус О Котором Павел говорит И есть Тот Мессия О Котором Пророчествовали Задолго Люди В Ветхом Завете Убедились Как Лично Изучая Лично Разобравшись Вот пример Два подхода К одному И тому же Служителю К одной И той же К одной И той же Проповеди Поэтому Не так важно Насколько Это сегодня Популярно А кто Тут За А кто Тут Против Ты Лично Готов Разбираться Ты Лично Готов Молиться И вы знаете Вот Тут и страх Потому что Ой Это как Это я Ведь мы Такие Наша Плоть Она С одной Сторон Такая Гордая С другой Сторон Такая Нерешительная Как Это так Я Я боюсь Как Это Лучше Пускай За меня Кто Вот пастор Ты Решай Бог Тебя Поставил Ты Решай И Многие Путают Вот Служители Нового Завета С Первосвященниками Ветхого Завета Это В Ветхом Завете Первосвященники Шли во Святое Святых Там Приходила Слава Божья И они Потом Возвращались И Рассказывали Народу О том Как Бог Явил Свою Славу И Вот Некоторые Христиане Думают И в Новом Завете Также Выходит Очередной Проповедник И рассказывает О славе Божьей А мы Слушаем И думаем Как же Велик Господь Нет В Новом Завете Нет Особо Приближенных Богу Людей В Новом Завете Благодаря Крови Иисуса Христа Каждому Верующему Открыт Доступ Во Святое Святых Небес И я Лишь Как Пастор Могу Вдохновлять Побуждать Давайте Будем Идти Туда Я Хочу Быть Там Но Я Не могу Быть Там За Вас Скажешь Пастор Что там Бог для Меня Открыл Так По И Лично Узнай А что Там Бог для Меня Так Давайте Пойдем Туда У ног Иисуса Такая Трезвость Приходит И Иногда Когда Ты находишься У ног Иисуса Вдруг Бог тебе Начинает Показывать Какие-то Вещи Ты видишь А это Отличается От мнения Большинства Не Всегда То Что Бог Делает Оно В Большинстве Как Помните Когда Иисус Там Кормил Людей Там Толпы Были Тысячи Были Он Популярным Проповедником Чудеса Творил Бесов Изгонял Толпы Ходили Учеников Десятками У него Было Учеников Шли За ним Ученики 70 Учеников Было Шли За ним Но Толпа Приходит И толпа Уходит Есть У толпы Всегда Прилив И отлив И вот Когда Что-то Толпе Не понравилось О Пойдем Ребята Пойдем И где Эти Ученики Эти 70 Ушли Все Уходят Тысячи Уходят И одно Дело Когда Ты Ученик Популярного Проповедника Которого Тысячи Тысячи Слушали А другое Дело Когда Ты Ученик Непопулярного Все Ушли И эти 70 Ушли Вместе С ними И помните Когда Иисус Повернулся К 12 И сказал Может быть И вы хотите Уйти Потому что Это выбор Каждого И Петр Сказал Куда нам Уйти У тебя Глагол Вечной Жизни Вот если Для тебя Иисус Это не Глава Мировой Религии Которой Ты Относишься А Твой Бог Из Уз Которого Ты слышишь Слова Жизни Если У тебя Есть Это Единение Со Христом Твоего Сердца И Его Сердца Тогда Ты понимаешь А идти Мне некуда И пускай Даже Это будет Непопулярно Пускай Даже Большинство Те Кто Когда-то Кричали Сонно Уйдут Я не уйду Потому что Уходить-то Мне Некуда У Него Глаголы Вечной Жизни Вот только Это является Прочным Основанием Веры Когда ты Стоишь На этом Основании У Него Жизнь Да куда Я без Бога Пойду Да как Я жить-то Без Него Буду Как Куда Мне деваться Я никуда Без Него Я не могу Жить Потому что Он Моя жизнь Он не просто Там Удобный Флаг Надо Поднял Не надо Выкинул Он Внутри Меня Я не могу Без Него Он Наполняет Меня Он ведет Я ощущаю Его Я здесь Не потому Что сейчас Это модно Ведь все время Когда-то модно Когда-то Не модно Вот В свое время У нас В стране Да Даже берем Нашу страну Было Необходимо Верить в Бога Там все Верили в Бога Изучали закон Божий в школах Да Потом Революция Все Атеизм Я помню Еще мы В моем первом вузе У меня был учебник Научного атеизма Изучали Я помню В школе у нас Был диспут Я уже тогда был христианином Уже тогда Читал Евангелие И вот И у нас был диспут в школе Бога нет И меня как Чуть ли не главного Христианина Пригласили Виктор Иди Там У нас будет диспут Ну как В советских школах Помните Были диспут На всякие темы Есть Существует ли Бог Вот И там большинство Говорили Виктор Как ты Комсомолец Веришь в Бога Комсомолец Разве может Верить в Бога Вообще Это пережитки Бабушкины Вот Я помню Как там Пытался им Аргументы Приводить там Разные Исторические Аргументы В пользу Существования Бога В общем Такая дискуссия Была Очень интересная Ну Большинство Были против А потом Раз 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 И смотрю Опять Христианство Стало в тренде Попробуй Не верь Помните Да Начало 90-х годов И все Скоропостижно Стали христианами Уверовали Просто Те Кто раньше Там Сносили Церкви Сейчас С вытароченными Глазами С Хоругвями Шли За восстановление Христианства Опять Попробуй Не верь Сейчас Смотрю Такое Ощущение Опять Какой-то Спад Пошел Да И опять Уже Да Вот Есть такие Люди Они все Время Болтаются То Не верят Модно Потом Не верят Не модно Да И вот Точно Так же А ты То В этом Где Вот Ты То Где В этом Ты Просто Вот По Моде Болтаешься Туда Сюда Модно Не Модно А Твое Сердце Убедилось Не с том Что он Реален Что это Не просто Там Красивые Кресты Неоновые Конференции Всевозможные А это Реальность Без которой Все это Не имеет Никакого Значения Мы же Не просто Общественная Организация Вот Проводили Неделю назад Молодежную Конференцию Сейчас у нас Происходит За городом Мы вчера С Дианой Там Были Проводили Семинары Конференция Для Неженатых И незамужних Сейчас у нас Страшная Неделя Прям Все так Задействовано Какие-то Мероприятия Но ведь Поймите Эти же Мероприятия Это же Не вокруг Чего-то А точнее Вокруг Кого-то Без Чего Все Это Не имеет Смысл Этот Кто-то Всемогущий Господь Переживаешь Это С ним Здания Церковные Строят Потом Их Рушат Да Не в этом Сила Христианства Да Не в зданиях Не в помещениях Каких-то Все Это Быстро Настроение Толпы Очень Быстро Меняется Сегодня Государство Чуть ли не Религия Завтра Будут Выискать Кто там Еще верит В Иисуса Чтобы предать Иханафеме Мнение Толпы Постоянно Меняется На чем Ты стоишь На конформизме На толпе Тогда Ты через неделю Уже будешь Кричать Распни Через неделю Уже будешь Кричать Распни Я помню Когда я только Уверовал Мне один Уже опытный Верий брат Он уже был Несколько лет Как христианин Он мне так Сказал Говорит Виктор А ты уверовал Всем сердцем Я такой Ну да Вроде всем сердцем Он говорит А вот если Предположим Ты окажешься Один На необитаемом Острове Будешь ли ты верующим Я так сразу Представлял себя Один На необитаемом Острове Буду ли я Верующим Вот представь себе Ты один На необитаемом Острове Не надо Во вторник Ити на домашнюю Группу Там просто Нет Ты конечно Это можешь Сделать Но ты будешь Один И воскресенье Не надо Ити на собрание Там пастора Даже нет Будешь ли ты Верующим То есть Для тебя Вера Это просто Часть Твоей Общественной Жизни Или что-то Внутри Когда это Что-то Внутри Поймите Условия Могут Меняться На уединение С Богом Оно Хоть в толпе Хоть на необитаемом Острове Если оно есть То оно есть А если для тебя Это просто Вот Моя жизнь Такая Вот так Судьба Меня занесла В новую жизнь Вот видите ли Прошу любить И жаловать Пришел Такой Сидишь Такой Тут Какое счастье Что ты здесь Наконец Мы так ждали Ты пришел Ты не торопился Но наконец-то Пришел Слава Господу И что теперь Сидишь Такой Важный Тут Все это Имеет Лишь Смысл Когда Каждый Из нас Строит Личное Отношение С Господом Я стремлюсь Всем сердцем Чтобы Каждое Служение Которое Бог Поднимает В нашей церкви Они были Направляемы Духом Святым Через то Что люди В этом Служении Лично Познают Господа А не просто Как какая-то Общественная Деятельность Для этого Необходимо Реально Переживать Его Знакомиться С Ним Наполняться Им Познавать Его Чтобы в Действительности Когда ты говоришь Воистину Воскрес Это что-то Было Не просто Вот Сгуб Твоих А из Глубины Сердца Конечно воскрес Он живет Во мне Он мой Спаситель Он дивный Чудный Он реальный Как говорила Кентри Кульман Для меня Дух Святой Реальный Всех вас Садящих В зале Когда ты Чувствуешь Он внутри себя Он настоящий По поводу Соседа Не уверен А Иисус Настоящий Иисус Реальный И все И когда все Видимое Пройдет Вот это Невидимое Единение Со Христом Пребудет Во век Реальность И когда В твоей жизни Будут вот эти Преобразования Не сообразуйтесь Веком Сим Но Преобразуйтесь Обновлением Ума Вашего Ты Преобразуешься Обновлением Преобразование Оно всегда Обновляется Обновляется Потому что Познание Господу Это не какое-то Статичное состояние Ты развиваешься В этом Ты приближаешься К Нему Ты наполняешься Больше и больше Его славой Поэтому в Библии Написано Мы идем Из славы В славу Как от Господня Духа Ты движешься В этом Наполняясь Его благостью Наполняясь Его милостью Наполняясь Его благодатью И это не просто Как знаете Будь готов Всегда готов Христос воскрес Воистину воскрес Это не просто Очередная речевка А это что-то Внутри тебя В твоем духе В твоем сердце Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok